Здравствуйте! Уважаемые трейдеры, с вами на связи Виталий Кухта. Программа «Открытый микрофон». Сегодня мы сделаем обзор рынка. Основных инструментов это S&P 500, нефть, золото, а также основные мажорные пары, связанные с долларом. Итак, вкратце скажу, что я говорил в прошлой пятнице на обзоре, какие уровни называл, как они отработались и что нас ожидает в дальнейшем, и что возможно торговать на этом рынке. Так, начнем сегодня с индекса S&P 500. В прошлом своем обзоре, в прошлой пятнице, точнее, назвал S&P 500 уровень 2768. Говорил, если мы закроемся больше данного уровня, мы его удержим, то индекс S&P 500 ждет рост. Как мы видим, в принципе, мы в прошлом пятнице закрыли больше данного уровня, даже можно было в моменте здесь покупать, неплохие моменты были в сторону этого восходящего тренда. В принципе, мы отросли всю текущую неделю. С понедельника по четверг, точнее, да, с понедельника по четверг. Думаю сказать, пятницу, понедельник, вторник, среду мы росли 4 дня больше данного уровня, и уже под конец недели рынок, вижу, скидывает. Но, скажем, уровень себя отработал. Что нас ждет в ближайшее время? И что рынок рисует? Видим, рынок после вот этого снижения, которое было в конце февраля и весь март, почти весь март, был сильный нисходящий импульс, да, и на текущий момент у нас пошла коррекция, коррекцию мы сделали 60%, да. И сейчас важно, что здесь будет возле данного уровня. В принципе, как видим, вчера была какая-то реакция, сегодня она, пятница, продолжается, наверное, скажем, в конец недели фиксируют свои прибыли. Такие покупатели, которые здесь формировали в данном наборе позиции лонг. И если мы сегодня пятницу закроем ниже, ну, еще подпредаем рынок вот сюда вниз, таким образом, если еще ниже, еще лучше будет. И в дальнейшем случае у нас будет формироваться здесь набор позиций в таком формате, да. Ну, в принципе, можем, скажем, показать какое-то снижение по рынку, да. Оно, в принципе, может и продолжиться достаточно сильным, мы где-то в район, скажем, 2620, это в эту область, да. Возможно, ниже 2460 и дальнейшая цель это 2200, да. Но, напоминаю, что здесь нужно следить в дальнейшем. Я думаю, что какое здесь развитие будет, я уже буду говорить на битвах аналитиков. Кто набирает за моей битвой с Артемом, мы выступаем по понедельникам и по средам. Я, в принципе, если будет что-то интересное, я обязательно скажу по S&P 500, если будет, ну, скажем, какая-то точка входа в шорт и так далее. Если вы, ваш анализ показывает на текущий момент точку входа, можете выходить. Поэтому сейчас я жду какого-то дальнейшего развития, формирования какого-то паттерна. Здесь, в принципе, он произошел, модель ложный пробой, да. Ну, я ее, скажем, пропустил, мы начали уже падать ночью. Как бы сегодня какой-то точки входа не было. Буду наблюдать за дальнейшим. Плюс, не исключаем того момента, что даже если здесь будет какая-то более глубокая коррекция, не исключаем дальнейшего роста. Почему? Я уже много раз говорил и в прошлых вебинарах, обзорах, что сантимент по рынку сейчас медвежий. То есть, все шортят S&P 500. И, как видим, мы показываем каждую неделю максимум и выносят вот эти шортисты. Так, переключаются на другой инструмент. На нефть, марки Brent и Light. Посмотрим, что мы видим. Кто смотрел мой батл с Артемом в среду, я говорил, что я нефть. Рассматривал он именно момент. Акцент делал на Light. По июльскому фьючерсу. Там, в принципе, оно аналогично был. Июльский фьючерс уровни. Но, скажем, картинка была другая. И по бренд, в принципе, вот здесь у нас. Так, у нас пятница, получается, четверг, среда. Вот в этом моменте я говорил, что у нас рисуется, скорее всего, по нефти лон. Еще на прошлом обзоре с вами в пятницу я говорил, что нефть я вижу в лон. Но, как таковой точки входа, я здесь не видел. Нам нужно было более сильную коррекцию. Что на текущий момент мы имеем? Рост, в принципе, он себя отработал к уровню 27. Я бы в дальнейшем следил за данным уровнем. Какая у него будет реакция. Мы еще видим небольшой ложный. Пытаются цену задавить вниз. Я, как здесь торгового момента, не вижу. Но я бы за этим уровнем 27 наблюдал. Если мы сможем закрыться выше данного уровня, то я думаю, что исключает дальнейший рост в ходе нефти. Если мы дальше будем падать, продолжится падение. Здесь чертить я пока не буду. Буду наблюдать. Но не исключая отбитие. Уровень 22.50 будет следить за. Достаточно сильный уровень. Здесь, возможно, будет набираться какая-то среднесрочная, долгосрочная позиция. Она может до несколько недель, как мы видим, здесь уже две недели болтаемся. Так, до месяца-два набирать позицию для разворота вверх и более сильной коррекции. Что этому послужит? Я думаю, что немножко выйдем с этого китайского насморка немножко в другую сторону. Экономика начинает стабилизироваться, якобы. Какие-то меры по сокращению нефти будут. И, в принципе, цены очень дешевые. Они просто могут получить технический отскок, даже если на фундаментальном фронте не будет, скажем, улучшаться картина. Поэтому, скажем, уровни назвал. Сценарий, который возможен возле этих уровней. Если будут какие-то уточнения на других, скажем, обзорах, битвах, я буду говорить свои краткие комментарии. Всегда я делаю, в основном, не только сигнал, там, своя рекомендация по двум инструментам, как обычно, я иногда даю еще комментарии по основным инструментам и по рынку. Дальше. Золото. В принципе, кто смотрел мою битву в понедельник, я говорил, что золото рассматриваю в шорт. Там была достаточно неплохая картинка в шорт. Мы с уровня 1720, который я называл, с точкой входа в шорт. Мы на этой неделе ее в начале и до среды отработали. И, как видим, до пятницы добиваем основные цели, которые я говорил. Я предлагал, что там, возможно, закрывать часть позиции и часть позиции оставить, скажем, на снижение. Кто желает, да? Потому что это рынок, он мог в любую сторону сходить. Это по желанию тех, кто нас смотрит. Поэтому плюс, помните, что я говорил, что у нас сантимент сейчас по золоту максимально бычий. То есть все покупают как индекс S&P 500 на максимум, да? Что в долгосрочном формате, я жду золота, очень сильное снижение, да? То есть долгосрочные цели на несколько лет. Это в районе 1000 долларов, а то и ниже. Но в таком формате просто кто торгует на несколько дней, до нескольких недель, то, в принципе, можно неплохо, скажем, заработать. В принципе, самое основное, это точка входа, если она есть, и ее удерживаем. Удерживаем. Потому что будет это с того уровня, который я называл, 1720, или мы еще чуть выше уйдем на 1750, снова там на максимум 1800, скажем, возможно, да? И потом у нас все равно, я так думаю, да, что ожидает дальнейшее снижение. Поэтому, видимо, мы продолжаем падать на текущий момент. Кто шортил его по 1720, по моей рекомендации, в принципе, я бы удерживал позицию, частями закрывал. И в дальнейшем, что я жду? Жду дальнейшего падения, но если будут какие-то коррекции, да, в таком формате, я дальше буду, скажем, искать точки входа. Поэтому по золоту пока сегодня именно конкретно точек входа нет. Доллар-иена. По доллар-иене с прошлой пятницы я говорил, что у меня был вон. Он, ей, не отработалось. Я писал в комментариях, там еще один, скажем, участник, который смотрел, он говорил, что тоже покупает иену, но я в прошлую пятницу закрыл данную сделку с убытком. Там минус 20 пунктов, потому что во избежание получения гепа. И, в принципе, изначально я иену шортил, но меня здесь повыносили, я пропустил вот это все движение. Очень, скажем, печально, да. Потому что я его видел, но такие задерги, вот именно вот этот 23 апреля, который был, он меня вынес по безубытку. Как видим, безубыток, он достаточно плохая вещь, в, скажем, статистическом формате. Он может, скажем, часто выносить и уходить в вашу сторону. На текущий момент, что у нас по доллар-иене рисуется? У нас есть два важных уровня. Это уровень поддержки в районе 106.90 и уровень сопротивления 107.27. Что я могу сказать? Мы сейчас зажаты возле этих двух уровней. Я буду ждать, как сегодня пятница закроется, там дальше, что у нас будет? Понедельник, вторник, да, торговые. Если мы сможем удержать этот уровень поддержки, но я возле него, скорее всего, не буду покупать, а, возможно, даже выше уровня только 107.30, если мы будем закрываться выше данного уровня, ну, сегодня или там уже с понедельника, вторника, то я буду ждать, скажем, роста в район 108 и второй рост, это в район 109.40 и дальше такой глобальный сторону 111.70. то есть это при условии, что мы закроем всего 6.7.30, да. Если сегодня цену зажимут ниже уровня 106.9, там достаточно сильно, то с понедельника, вторника будут ждать какие-то, скажем, варианты шартов для дальнейшего падения. Дальше, что у нас в слизистке доллара. Кстати, если кто заметил, вчера рынок показал рост, ослабление доллара по евро, франку, фунт, доллар, а по всем остальным валютам, МЗД, австралийский доллар, канадский доллар, иена и золото, они падали против, то есть доллар там рост в данных инструментах. То есть я думаю, что в S&P 500 выходили с S&P 500, то есть лонгисты, и, скажем, не видят перспективы в этих экономиках и, скажем, идет ослабление. Австралийский доллар назывался уровень в прошлом обзоре 0.6380. Если мы выше него закроемся, я сказал, будет рост. Он, в принципе, как мы видим, закрытие было уже в пятницу, там, под конец рынка, в понедельник, и, в принципе, рост произошел неплохой. На текущий момент, что мы имеем, то есть идея, в принципе, очень хорошо себя отработала по тренду, очень красиво. Имеем уровень поддержки 0.6439. Если сегодня мы сваримся ниже данного уровня, то с понедельника, вторника, здесь, возможно, будут формировать контртрендовое движение. Пока мы видим его, тестируем данный уровень, он так себе уровень, но, в принципе, я бы к нему присмотрелся. Поэтому, пока в колесе доллара не трогаем, наблюдаем за этим уровнем, что будет происходить. Аналогично новозеландский доллар назывался уровень 0.6045, вот эта область, закрытие выше него говорил о возможных лангах. Ниже данного уровня шорт, как мы видим, пятницу, прошлую, которую я делал обзор, мы еще не смогли закрыться, да, это уже произошло где-то в понедельник, вторник, точнее, и, в принципе, рост процеджера в район 1.61, точнее, 0.6130. На текущий момент аналогично, что по российскому доллару если будет более сильное падение, потому что мы сейчас в трендах, то, что пошла коррекция, мало нам о чем говорит, да, ну, возможно, это, скажем, новый, зарождение нового тренда или просто коррекция, поэтому сейчас рано будет у каких-то моментов. На данном этапе я бы понаблюдал за уровнем 0.6130. Если, скажем, мы будем трогаться ниже данного уровня, желательно ниже уровня 0.6045 где-то, да, если мы сегодня сможем дальше завалиться до конца дня, то уже в следующей неделе можно думать о каких-то шортах. В принципе, цели падения, в принципе, у нас неплохие в район 59. Дальше, что еще можно назвать, это фунт-доллар. Фунт-доллар, в принципе, отлично отработал. Прошлая пятница, вот мы торговались 24-го числа, назывался уровень 1.2305, если мы выше него закроемся, у нас будет сильный лонг по фунту. В принципе, как мы видим, пятницу удержали и феерический рост, то есть, даже кто мог в моменте от этого уровня, но я сказал, что ждем закрытия, закрытие произошло выше, мы улетели практически 300 пунктов с данного уровня вверх. достаточно красиво. Помню, еще была там дискуссия, переписка, я отвечал подписчикам на YouTube-канале по поводу данного момента. Что у нас сейчас по фунту? Ну, произошел, как вчера, по евро взрывный рост. Пока здесь смотрится лонги, мы, в принципе, по фунту добили цели 1.26.4. Я назвал цели там 1.25 мы еще выше ушли. На текущий момент смотрится, скажем, рост, но, в принципе, цели отработаны. Я бы здесь уже ждал понедельника, вторника, что здесь будет в дальнейшем формате рисоваться. Если мы уйдем по фунту, скажем, ниже вчерашнего минимума, в район где-то 24.30, сегодня закроемся или в понедельник уже, то, в принципе, здесь, возможно, дальнейшее падение в район 1.22.50, скажем так, таким образом. Пока сейчас идет набор позиций, то есть, у нас здесь было накопление, в прошлой неделе накопление, да, и с этого накопления мы вверх сходили там 150 пунктов, новое накопление, да, вот, зеркальное накопление, и снова быстро наверх. сейчас ждем, что дальше будет, какое здесь накопление, оно лонговое будет, если мы закроемся хотя бы выше, там, 1.25, 15, нужно понаблюдать несколько дней, и уже, я думаю, что на битвах аналитиков, скажу свое мнение, если мы будем затрагивать фунт, там, другие инструменты, если ниже, да, уйдем, вот таким образом, возможно, мы дальше формируем снижение по данному инструменту. Долларфранк, долларфранк отлично отработал, так, называлось по долларфранку прошлую пятницу уровень 0.97.96, ну, точнее, 0.98 будем его назвать, говорил, что следим за этим уровнем, прошлую пятницу мы от него отбились, я сказал, что я здесь ничего торговать не буду, потому что имею ввиду за прошлую пятницу, потому что одно касание данного уровня, оно нам ничего не говорит, но мы видим, произошло еще одно касание, то есть подтвердили еще раз уровень, что здесь кто-то сидит, и уже кто смотрел мою битву в среду, да, вот этот уровень, мы еще с прошлой пятницы я о нем говорил, мы от него отбились, и в прошлую, точнее, в текущую среду я говорил о возможном, шарке по доллар-франку, я оставил лимитку 0.97.50 со стопом за хай 0.98 и снижение, и в принципе у нас снижение отработалось на 70%, то есть я назвал, скажем, локальные цели 0.97 с копейками, да, и такую среднесрочную 0.96, но мы практически ее сделали, но, скажем, сама идея себя отработала. На текущий момент, что мы имеем, аналогично с евро-долларом, фут-долларом, смотрится рост, рост доллара-франка, я думаю, что, скажем, падение, возможно, продолжится, на текущий момент, именно, торговых позиций нету, кто здесь смотрел мой батл с Артемом, я говорил о шортах, и здесь была реальная, скажем, идея, в шорт, потому что здесь есть у нас накопление, да, вот, у нас есть накопление, набор позиций, с этого накопления нам показывали, что, скорее всего, выйдут вниз, и, скажем, это накопление сделало быстро, сейчас у нас ничего нету, и сейчас у нас шансы равные 50 на 50, как вниз, сходить, так и откатиться наверх, поэтому, за этим инструментом следим, что будет дальше, перейдем к евро-доллару, евро-доллару, скажу так, я пропустил вот эти все движения, которые были по нему, сейчас расскажу, я предлагал на прошлой битве захеджировать шорт франка, да, возможным снижением по евро-доллару, это была, скажем, такая, захеджированная позиция, я вчера вышел, скажем, по данной позиции по безубытку, и часть даже закрыл, но идея, видим, здесь ошибся по данному инструменту, она, скажем, была не основная, я еще назвал среду, что здесь 50 на 50, но, скажем, не все, не вся аналитика отрабатывается, но, скажу так, здесь я явно пропустил вот этот лонг, который здесь накопили, он был очень хорошим, супер лонг, я, в принципе, его видел, но, возможно, ну, как скажем, нельзя все словить на рынке, все какие-то движения, я словил доллар-франк, на этой неделе, кто смотрел битву, золото-шорт, нефть, сказал, что будут расти, потом, что у меня еще было, биткоин кеш словил, да, но евро не словил, то есть, нельзя все словить, что у нас на текущий момент, на текущий момент у нас по евро-доллару, в принципе, цели мы сделали лонга, того накопления, которое мы сделали, вот здесь накапливали, да, следим за данным уровнем, в районе 0,99-90, что здесь дальше будет, будет какая-то борьба с ложными пробоями, возможно, будет отбить, закрытие выше данного уровня, будут какие-то хорошие паттерны зеркальные, мы будем смотреть в лонг по евро-доллару в район 1,11, да, скажем, в таком формате, пока евро-доллар сделал выстрел, следим за ним, уровни есть у нас, да, что дальше возле этих уровней, мы наблюдаем будут ложные пробои, закрепления выше, и продолжим свой в таком варианте, у меня все, если будут вопросы, пишите в комментариях, да, не всегда есть хорошие идеи, но у вас есть возможность следить за мной по понедельникам, средам и пятницам, если будут какие-то торговые рекомендации, я их называю, если их нету, я называю какой-то уровень, который я считаю, что мы, возможно, значим на рынке, и там уже нужно за ним следить, уже нужно понимать, плюс от компании Маркетс мы планируем запустить обучающий курс бесплатный, мы будем пробно делать, ну, если это все получится, в середине мая, первое занятие пройдет, скажем, там будет, я расскажу, скажем, о моделях, которые я торгую, там будет одна из моих моделей, то есть у меня более 10 моделей есть торговых, я одной модели расскажу, на данном обучающем курсе, если будет хороший фидбэк, то есть понравится, то мы дальше запустим дальнейшее, скажем, второе, третье занятие, будем пытаться вам рассказать, как понимать рынок. Всем спасибо, удачные торговые пятницы и следующей торговой недели, будут хорошие идеи, встретимся и их обсудим. До свидания.